Здравствуйте, уважаемые ученики, десятиклассники. Продолжим с вами изучать геометрию. Сперва задача ловушка. Допустим, у нас есть трапеция. Не сказано, какая равнобокая, неравнобокая. Это никого не интересует. Проведена диагональ, которая пересекает среднюю линию. Что такое средняя линия, мы помним. Нижнее основание, например, 21, а верхнее основание 9. Надо найти разность между отрезками А, О, С. То есть найти АО минус АЦ, или иными словами, насколько один отрезок больше другого. Задача, как правило, вызывает затруднения, потому что ребенок старается охватить взглядом весь чертеж. Но ребенок – это тот, с кем я общаюсь, с каждым из вас лично. А вы постарайтесь вникнуть в детали. В детали. Вот смотрите, что такое вникать в детали. Это успевать увидеть главное. Возьму-ка я и случайно вытру часть трапеции. Что остается? Треугольник, в котором изображена средняя линия. И вы тут же вспоминаете свойства средней линии. Она равна половине параллельной стороны. Поэтому отрезка АО равен 21 делим на 2. Это будет 10 с половиной. Аналогично вы. Сами уже, надеюсь, у вас же ничего не стерлось. Это я стер. А у вас все осталось. Прекрасно. Вы видите, что второе отрезочко – это тоже средняя линия, но треугольничка, который у нас второй в этой трапеции. Итак, вспомнив этот материал, перейдем к серьезной задаче, связанной с нашими темами многогранники. Правильная треугольная призма. Обозначим вершины этой призмы. А, В, С, А1, В1, С1. Итак, повторяю. Правильная треугольная призма. Это значит, в основании правильный треугольник. Боковые ребра перпендикулярны основанию. Затем прямые БА1 и СБ1 перпендикулярны. дано А1, В1 перпендикулярно СБ1. Это скрещивающиеся прямые. Угла между ними мы не видим, но мы прекрасно понимаем, что угол между ними всегда есть. По условию он прямой. Доказать, что треугольник БМА1, где М серединка С1Б1, я это отметил. Итак, треугольник А1МБ равнобедренный. Доказать. Смотрите, какая ситуация. Сейчас мы даже понятия не имеем, какие из трех сторон равны друг другу. Но, если быть внимательным, у нас в основании равносторонний треугольник, то сторона А1Б все-таки не может быть равна стороне МБ. Потому что МБ гипотенуза в треугольнике, у которого катеты МБ1 и Б1Б, а сторона А1Б гипотенуза в треугольнике, у которого катеты А1А и АБ. АБ в два раза больше МБ1. Но это только наше предположение. А по ходу решения с вами выясним, какие из отрезков будут равными. Итак, доказать, что треугольник БМА1 равнобедренный. То есть еще здесь есть такой сюжет, и непонятно, собственно, какие стороны будут равными. Начнем с чего? Вот с этого угла. Угол 90 градусов. Попробуем его построить. Как мы знаем по определению, угол между скрещивающимися прямыми равен углу между пересекающимися прямыми, полученными при параллельном переносе. Достроим прямоугольник, равный прямоугольнику А1Б1Б, в той же самой плоскости, то есть мы в данном случае достроим. Обозначим какие-то точки, пусть это точка Ф, это точка Л. Соединим В1Л. В итоге мы совершили параллельный перенос. отрезок А1Б параллельно перешел в отрезочек В1Л. То есть ВА1В1Л это параллелограмм. Но цель нашего дополнительного построения была совершить параллельный перенос одной прямой, чтобы она пересеклась со второй скрещивающейся прямой. Вторая прямая это СВ1. Итак, мы сейчас хорошо видим угол между скрещивающимися прямыми по условию он 90 градусов. Далее в основании равносторонний треугольник. Если мы хотим доказать, что треугольник А1МБ равнобедренный, то у нас с вами появляется возможность это сделать чисто технически вычислительно. Соединим ЦЛ. Пусть длина основания треугольника единица. Тогда ВЛ у нас тоже единица. Треугольник В1ЛС равнобедренный, так как В1Л равно А1Б и ЦВ1 равно А1Б, так как это диагонали равных прямоугольников. Значит, треугольник у нас прямоугольный равнобедренный. Исходя из этого, мы легко можем воспользоваться известными нам фактами тем, что угол в равностороннем треугольнике 60 градусов. Дальше ЦВ медиана, проведенная к гипотенузе, гипотенузе АЛ, она равна ее половине. Значит, угол АЦЛ 90 градусов. Воспользовавшись тем, что у нас в этом треугольнике очень много информации известной, мы можем найти ЦЛ. Итак, ЦЛ. Как это сделать, вы прекрасно знаете, это можно сделать с помощью теориума Пифагора. Вспомним и ее. Итак, ЦЛ квадрат это АЦ, так, это Катя, да? Значит, это ЛА квадрат минус АЦ квадрат. То есть, ЦЛ квадрат равно сторона 2 в квадрате 4 минус сторона 1 в квадрате 1. Итого, ЦЛ квадрат равно 3. Значит, ЦЛ равно корень из 3. Пусть это у нас будет корень из 3. Далее, зная, что это равнобедренный прямоугольный треугольничек, мы сразу находим В1Л. Тут я воспользуюсь уже тригонометром, потому что углы вот здесь по 45 градусов. и катет равен гипотенуза сразу же корень из 3 умножить на косину 45 градусов корень из 2 на 2. То есть, корень из 6 на 2. Следующий шаг. Мы находим В1В из треугольника В1ВЛ. Также по теореме Пифагора В1В в квадрате это В1Л в квадрате минус ВЛ в квадрате. В1Л в квадрате это 6 четвертых, то есть 3 вторых. минус ВЛ это единичка. Получили одну вторую. Значит, В1В единица на корень из 2. Даже сюда верю, что это единица на корень из 2. Вот он. В1В. Теперь тело осталось за малым. В треугольнике МВ1В прямоугольном мы знаем оба катета. Значит, легко считаем МВ по теорию Пифагора. А вот А1М это высота равностороннего треугольника. Напомню, что А1М это сторона, например, А1В умножить В1 на корень из 3 на 2. То есть будет корень из 3 на 2. А1М мы посчитали. МВ вы самостоятельно посчитаете по теории Пифагора. Это абсолютно несложно. И после этого мы сделаем тот вывод, который нас интересует. Что длины этих именно отрезков будут равны друг другу. На этом задача и заканчивается. Очень задача интересная, сложная. Но мы с ней справились. Я надеюсь, из этой задачи можно сделать хорошие выводы на будущее. Как использовать дополнительное построение, параллельный перенос и тому подобное. Спасибо за внимание. Всем удачи! Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы продолжаем изучение органической химии. Мы начинаем новую тему, которая называется понятие об аминах анилин. Заниматься мы будем по нашему учебнику. Он у вас у всех есть. Автор Рудзетис, поэтому мы им пользуемся. Определение. Амины — это производные аммиака, в молекуле которого один или несколько атомов замещены на радикалы. В его состав входит группа NH2, которую мы называем аминогруппой. Общая формула вы видите c NH2, N1, NH2, впервые эти вещества были обнаружены в Виртсам. Виртс – французский ученый, который обнаружил это вещество в составе переработки газов пригнений рыбы. Не очень приятно, но правда. Строение аминов. Амин имеет сходное строение с молекулами АК. Вы можете видеть, что все эти молекулы имеют тетраэгорическое строение, но в молекулах аминов влияние радикальных групп на атом азота более сильно. Это приводит к тому, что основные свойства амина выражены сильнее. Номенклатура аминов. Название аминов состоит из нескольких частей. Мы говорим, сначала назовем органический радикал и добавляем слово амин. Если вы попробуете прочитать вместе со мной, у вас это легко получится. Метиламин, метилпропиламин. Как вы видите, в составе анилина может быть несколько радикальных групп. Классификация аминов. Она бывает по числу замещенных атомов водорода, когда замещен один атом, или два, или три. Соответственно, мы говорим о первичных, вторичных или третичных аминах. По характеру радикала. Это могут быть олифатические, то есть остатки у нас от насыщенных углеводородов, ароматический остаток от бензола и смешанные содержат те или другие углеводородные группы. По числу у нас два группы, они могут быть моноамины, диамины и триамины. Изомерия аминов. Она связана с положением аминогруппы в молекуле. Либо она присоединена с краю молекулы, в таком случае это первичный амин, либо посередине это вторичный амин. Может быть разветвление изомерия. Посмотрим на эти группы. У нас разветвление скелета. Первая молекула, вы видите, она не наблюдается. Здесь углеводородный радикал имеет линейное строение. Во втором случае углеводородный радикал у нас разветвленный. Изомерия аминогруппы. Изомерия аминогруппы, как я уже говорила, бывают первичные амин, вторичные, третичные. Посмотрите еще раз на эти молекулы. Хорошо видно, что атом азота проявляет валентность 3. И в каждом случае у нас несколько атомов водорода замещаются на углеводородный радикал. В пространственной изомерии очень интересные явления. Вы все видели свои руки, правая и левая. Кажется, что они абсолютно одинаковые. Но если вы попробуете наложить одну на другую, у вас ничего не получится. Это абсолютно разные молекулы. Такая изомерия называется оптическая. Физические свойства. Низшие амины предельные. Это газы. К сожалению, запах не очень приятный. Запах немного напоминает душевый запах гниющей рыбы. Средние члены это жидкости. И выше это твердые вещества. И, слава богу, уже без запаха. Ароматические амины бесцветные. Высококипящие жидкости или твердые вещества. Очень хорошо растворяются в воде. Особенно те, которые низшие. Почему? Существует водородная связь между молекулами воды и молекулами аминов. Это способствует растворению этих веществ в воде. С увеличением радикалов растворимость падает. Химические свойства. Самое главное, что вы сегодня должны узнать на нашем уроке, это то, что это органические основания. Почему это органические основания? Потому что на молекуле амина, на аминогруппе, вы видите, две точечки. Это неподелённая электронная пара. Она как магнит прихватывает ионы водорода из воды, из кислоты. И таким образом проявляет себя как основное вещество. Заметим, что аммиак, неорганическое соединение, основные свойства имеет меньше, чем органические амины. Могут реагировать с кислотами, как с органическими, так и с неорганическими. При этом они проявляют себя как основание. Реакция горения тоже характерна для аминов. Ну, как для всех органических веществ. Но тут есть одна особенность. Обратите внимание. Обычно образуется углекислый газ и вода. Но когда горят амины, ещё есть свободный азот. Это главная отличительная особенность реакции горения для аминов. Взаимодействие с азотистой кислотой. Это качественная реакция на амины. Она показывает нам, что, во-первых, образуется спирт. И, во-вторых, что мы можем наблюдать? Качественность, в чём это заключается? В том, что выделяется газ. И вы видите пузырьки газа. Анилин. Очень важное для нас с вами вещество. Хотя вы его наверняка не видели и не увидите никогда. Обратите внимание на фотографию. Анилин – это жидкость. Жидкость практически бесцветная. Но при долгом хранении она начинает темнеть. И тогда мы видим немножко жёлтый цвет. Анилин – это ароматический амин. Вы можете видеть в структурной формуле. Состоит из двух частей. Остаток от молекулы бензола, фениламин. И аминогруппа. Вы видите также на молекуле анилина, на атоме азота, неподелённые электронные пары. Она притягивает по-прежнему атом водорода. Обратите, пожалуйста, внимание. Строение молекулы анилина показывает, что смещается электронная плотность, взаимно влияет группа атомов друг на друга. Ослабляя группой НЖ2 меньше основных свойств у анилина, чем у остальных аминов. Химические свойства подобны на бензол и подобны на обычные амины. Обратите внимание, реагирует с бронной водой, обесцвечивание происходит, выпадает белый осадок. Далее, очень интересное свойство окисления анилина. Анилин даёт нам красители. Красители, которые раньше стоили безумно дорого. Вы даже не можете себе представить, сколько. Это были красители, которые были доступны только королевским членам семьи. А теперь мы все пользуемся этими красителями. Получение анилина и других аминов открыл наш русский учёный Зинин. Благодаря ему, как говорил Гоффман, сказал, если бы Зинин не сделал ничего более, кроме превращения нитробензола в анилин, то и тогда его имя было бы вписано золотыми буквами в историю химии. Применение и таблетки, лекарства, и косметика, и красители, и сырьё для производства резины. Давайте попытаемся проверить себя, что вы запомнили после сегодняшнего занятия. Итак, первое задание. Общая формула предельных алифатических аминов. Вам предложено 4 общие формулы. На одном из первых слайдов была указана общая формула. Посмотрите. Остаток углеводородного радикала СНН2Н1 – это остаток от алканов. Здесь один атом водорода замещён на аминогруппу. Именно группа формула под буквой В – ответ правильный на этот вопрос. Второй вопрос. Вещество метиламин относится к аминам. Каким аминам? Первичным, вторичным, третичным или четвертичным. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить, что у азота валентность 3. И потому, сколько атома водорода замещено на углеводородный радикал, легко понять. Это первичный, вторичный или третичный амин. Обратите внимание, в названии группа метил и группа этил легко понять, что замещено 2 атома водорода. И поэтому мы говорим, что амин какой? Вторичный. Название вещества, которое указано перед вами на слайде – это 3-амино-бутан, метил-этиламин, 2-амино-бутан и бутиламин. Для того, чтобы правильно назвать молекулу амина, вам необходимо найти самую длинную углеводородную цепь. Здесь делать это несложно. А пронумеровать ее с той стороны, где ближе находится аминогруппа. Вы видите, здесь 4 атома углерода, что соответствует названию предельного вещества алкана. Таким образом, аминогруппа находится у второго углерода. Мы видим, что это 2-амино-бутан. Четвертый вопрос. Более сильно основные свойства проявляет. Кто проявляет? Аммиак, зимитиламин, анилин или метиламин? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, вам нужно вспомнить, что аммиак является точкой отсчета. Амины сильнее, чем аммиак. Но какие амины? Те, которые относятся к насыщенным, предельным аминам. Например, диметиламин или метиламин. Анилин вообще не подойдет нам для ответа, потому что это ароматический амин. Он еще слабее, чем аммиак. Таким образом, у нас остается только 2 варианта. Либо метиламин, либо диметиламин. Каждая углеводородная веточка, она добавляет основности аминамину. Поэтому наиболее сильное здесь вещество – это диметиламин. Пятый вопрос. Установить истинное суждение о свойствах получения анилина. Первое предложение. Анилин легче реагирует с бромом, чем бензол. Так это или не так? Для этого нужно вспомнить качественную реакцию на анилин. Там был слайд, где было показано, что анилин реагирует с бромной водой и выпадает белый осадок. Таким образом, мы можем сделать вывод, что да, анилин реагирует. И реагирует легче, чем бензол. Ему помогает аминогруппа. Это правильное утверждение. Анилин образуется при окислении нитробензола. Мы видели, что наш знаменитый ученый-химик Зинин провел реакцию получения анилина восстановлением нитробензола. Реакция с водородом. Таким образом, второе утверждение неправильно. Одно утверждение первое – правильно, верно только А. Таким образом, если у вас ваши ответы совпали с моими, можете сделать вывод, что у вас ответы правильные. Узнали вы сегодня, знание у вас хорошее. Домашнее задание. Изучить параграф 36, ответить на вопросы 2 и 4, это нужно сделать письменно. Задачу 7 тоже желательно решить письменно. Ну и творческое задание для тех, кто любит творчество. Составить сингвин по теме анилин. До свидания, ребята. Желаю вам успехов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Окей, hello, students. Nice to meet you again. Today we are going to speak about music in our life. Music is very important in our life. It relaxes, but at the same moment it inspires the listening. We can hear music everywhere, in the streets, in the shops, in the parks, on TV, sometimes even in our dreams. Okay, I found some interesting facts about the music for you. The music of primitive people. There was not present-day music without music of the Stone Age. The people of the Stone Age did their own music. They did their own instruments from different things. Probably the oldest music instrument is human body. People used this sound, for example, for hunting or to warn from danger. Music of the Middle Age. The appearance of several voices, instead of traditional, one voice, was a real break in history of the music. They met in one tune, and it was something new and unusual, unnatural. Scientists consider, that they find out the most ancient in the world musical instrument. His age makes more than 35,000 years. Pieces of instrument, reminding flute, were found in a cave in the south-west of Germany. There are many types of music. Kinds of music. Classical music is the art music produced in the traditions of Western music, period from 11th century to present days. Pop. Popular music, which originated in its modern form in the 1950s. Rock. Rock is popular music, that developed during and after the 1960s, in the United Kingdom and the USA. Rap refers to spoken or chanted rhyming lyrics. Soul. Popular music, that originated in the United States in 1950s and early 1960s, combining elements, combining elements of African and American music. R&B. Is popular African-American music, that originated in the 1940s. Rock and roll, developed in the United States during the late 1940s and early 1950s. Jaws is a musical style, that originated at the beginning of the 20th century in black communities in the United States. And disco. Disco acts charted high during the 1970s and its popularity peaked during the late 1970s. An example of the early 1990s. Okay, and now let's open our books. At page 134. There you can see the text. It's the text about music and music in our life. We will explain the words in bold. A change that it caused by an event or action. My parents' divorce has a big effect on me. It's my example. Serious. A number of similar or related events or things, one following another. He's had a series of badly paid jobs, unfortunately. Revolution. A complete change in ways of thinking, methods or working. In the last 10 years, there has been a revolution in education. Band. Group or team. I was in every band. I was involved with every musical fine arts event. To be base. Found, built, construct, form, use as a basis, originate in, have its origin in. Music is based on the use of computer software programs. Powerful. Influential, effective or vivid. We need something more powerful. Empowering. Something that is empowering makes you more confident and makes you feel that you are in control of your life. For me, learning to drive was an empowering experience. Compose. To produce music, poetry or formal writing. Prokofiev started composing at the age of five. Distribute. The action of sharing something out. They distribute their own music. Your home task for the next lesson. Read the text on page 134 and then do exercise 2 and 4. In exercise 2, explain the rules and decide if the sentences are true or false. In exercise 4, you have to answer the questions. Okay. I wish you good luck. See you next time. Goodbye. Bye. 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 Редактор субтитров А.Семкин